всем привет готовим вкусно сашкой и пашкой и сегодня я бы вам хотел показать еще один свой студенческий рецепт кстати мне его передала одна девушка и когда я подскажу ингредиенты наверное пойдут опять очень много шуток сейчас узнаете почему собственно мне его дала моя подруга даша она белорусская дашизу мадизу собственно это наше такое там внутреннее мы жили в иностранном общежитии это слегка измененный английский тот который больше пиджин называется которым общаются на улице и итак даша белорусская как вы знаете существует очень много шуток по поводу белорусами картошки и сегодня хочу показать ну просто очень вкусные горячие бутерброды которые делаются вот именно с картошкой для этого нам понадобится для картошки можно больше здесь вместо сколько порций вы будете готовить черный перец соль хлеб и терка ну еще оливковое масло для жарки собственно как видите все очень просто если вы будете готовить этот рецепт в будний день то соответственно эти ингредиенты таки оставляю если это будет выходной день то можно добавить еще зубчик чеснока берем наш картофель и натираем на мелкую терку на самую мелкую которую превратить его в кашу а вот на вот эту такую которая ставит фактурку как я и говорил блюдо очень быстро и очень простое как вы понимаете на почистить одно-две картошки и потереть на терку занимает порядка пяти минут картошка вот то что я говорю получилось у нас такой небольшой соломкой то что нам нужно для фактуры добавляем сюда соль и перец по вкусу я возьму примерно пол чайной ложечки крупной соли кстати важно соль крупная или мелкая мелкая она пол чайной ложки например на чайная ложка крупной соли добавляем немножко перца и теперь это все хорошенечко вымешиваем вымешиваем и некоторые белорусы сюда могут добавить еще яйцо но честно скажу не знаю мне яйцо тут не сильно нравится вы можете попробовать добавить одно яйцо на две-три картошки грамм 300 получается довели до однородной массы имеется виду даже не однородной массы картошки чтобы соль и перец размешались с картофелем одинаково равномерно ну и теперь приступаем непосредственно к жарке смотрите я буду использовать оливковое масло здесь у меня она не фильтрованная такое более темная он даст такой травянистый вкус достаточно интересно если нет оливкового масла можно жарить вполне спокойно на подсолнечном проблемы никакой нет наливаем масло на сковороду и хорошо разогреваем ее много не нужно так чтобы она покрывала и берем хлеб черный хлеб и я не рекомендую использовать потому что во время жарки он становится таким очень жестким возьмите серый или белый хлеб берем наш картофельный фарш и аккуратно намазываем по нашему кусочку хлеба делает вот слой толстый слой делать не нужно потому что картофель не успеет прожариться не знатам будет видно честно камеру постараюсь показать вот такой и чуть чуть тоньше можно делать ладно хорошо распределить по картофель по кусочку хлеба и уложим его картофелем вниз верим сковорода разогрелась или нет бросил картофель он зашипел значит все отлично можно опускать и сразу быстренько делаем следующий ребят не забывайте подписываться на наш канал нажимайте кнопку поделиться так вы сможете поддержать наш проект помочь его развитию пишите комменты не только на пикабу если у вас есть возможность оставляйте комментарии также на ю тубе потому что очень много пользователей на дружественном нам портале пикабу оставляют интересные комментарии какие-то советы мне бы хотелось чтобы их смотрели также те кто подписан на канал на ю тубе и допустим не пользуются порталом смотрите проверяем наши бутерброды тот первый который мы положили поднимем аккуратненько вот картофель начал золотиться но еще недостаточно поэтому вернем еще буквально секунд на 30 посмотрим что у нас получается берем аккуратненько лопаточку и переворачиваем наши бутербродики в той очередности по которой мы его жили покладывали на сковороду готов и поджариваем хлеб с другой стороны смотрите здесь дело вкуса кому-то нравится более поджаренный кому-то менее поэтому смотрите сами решайте сами главное не сжечь как с другой стороны смотрим что у нас происходит немножко неудачно выпадки взял хлеб подзолотился точно так же поэтому снимаем докладываем на блюдо и переходим к следующей партии не забывайте что слой картошки нужно делать таким не очень большим иначе она просто не успеет прожариться ну что ж собственно вот такие но очень вкусные горячие бутерброды с картофелем не посоветовала моя знакомая белорусская собственно как это можно подать это уже можно употреблять нету гостей готовится для себя если все-таки пришли гости есть дополнительных несколько минут возьмите зелень возьмите кетчуп возьмите сметану возьмите майонез то кому больше нравится можно полить немножечко сверху вот но собственно посыпать зеленью и можно кушать подавать удивлять гостей на самом деле это абсолютно не похоже на жареную картошку с хлебом это что-то среднее между драниками жареной картошка и гренкой в общем это очень вкусно несмотря на всю простоту блюда вам обязательно стоит его попробовать подписывайтесь ставите лайки всем спасибо спасибо